15 ноября в 15 40 по варшаве на территории польского села обшиводов упали две ракеты по информации местного радио ракеты попали в сушилки для зерна погибло 2 человека главная интрига кто выпустил эти ракеты и как отреагирует польша и страны нато село обшиводов находится всего в 7 километрах у границы с украиной вот тут львов а тут люблин версия 1 в польшу прилетели российские ракеты первыми о прилете заявил мид польши они так и сказали в деревне пшиводов упала ракета российского производства чуть позже президент польши анджей дуда использовал тоже определение и добавил что расследование еще продолжается на данный момент у нас нет убедительных доказательств того кто запустил эту ракету расследование продолжает союзниче руководство польши работает строго в рамках процедуры польша соблюдает все законы связаны с тем что она часть нато и часть европейского союза связи с этим любые наши решения или заявления будут иметь последствия для всех стран членов поэтому нужно держаться строго в рамках расследования расследование ведется польскими экспертами подключаются уже заграничные эксперты в том числе американские и мы ждем официальной позиции версия вторая украинское пво сегодня утром агентство сша этот пресс сообщила вторую версию на территории польши упала ракета которая была выпущена украинским пво это логично россия вчера обстреливала львовскую область косвенная версия подтвердил президент сша джо байден он прокомментировал траекторию падения ракета если судить по ней не похоже что ракету запустили из россии и было бы очень странно с моей точки зрения если бы россия сейчас пошла на намеренный конфликт с польшей это было бы самоубийство я все-таки исхожу из того что в кремле сидят не психопаты и самоубийцы а люди которых можно считать рациональными игроками сейчас польша и другие страны нато проводят расследование версия с украинским пво остается основной при этом украина настаивает на том чтобы участвовать расследование а сами поляки требуют усилить защиту своих городов в каком-то смысле версия о несчастном случае является для поляков и в том числе для меня лично неким разочарованием потому что вы понимаете что между польшей и партнерами по НАТО особенно партнерами западной европы существует определенное напряжение разногласия отсутствие консенсуса над предмет стратегий по отношению к россии наши западные партнеры не могут себе представить будущее европы без россии мы это будущее прекрасно без россии себе представляет продуманная и преднамеренная атака на территорию польши тем более с гибелью польских граждан это был бы аргумент в пользу применения той стратегии за которую выступает польша селопши воду совсем небольшое там живет чуть больше 400 человек местные жители не выпускали детей из дома весь вечер а сегодня не открылась местная школа она находится всего в трехстах метрах от места падения ракета нет я не думала что это ракета это был взрыв сравнимый с ударом молнии дом дрожал как в грозу после удара молнии а то что мне было страшно я даже не выскочила из дома проверить все ли в порядке во дворе да я слышал взрыв но перед этим был свист летели ракеты было слышно только два свиста это могла быть только российская ракета я так и подумал президент турции реджей продаган стал на сторону россии президент литвы гитана сноу седа призывает защищать каждый дюйм территории нато сам же анджей дуда признал падение ракеты несчастным случаем а генеральный секретарь нато енс столтенберг сообщил что на восточном фланге развернут дополнительные силы по во во многих направлениях путин и действия российской российской федерации помогают скажем уточить оборону запада с одной стороны мы имеем большую возможность расширения нато на север швейте и финландия с другой стороны конечно сейчас уже на западе все услышали наши польские аргументы по потребности улучшения воздушной обороны европейского пространства и это конечно является тоже итогом этой войны и итогом действий российской федерации с нашей японской точки зрения это является тоже в какой-то степени успехом нашей дипломации и нашего нарратива которые сейчас в европе многие начинают разделять а канцлер германии олаф шольц говорит неважно какими будут результаты расследования мы знаем кто настоящий преступник как с кла ист не имеет значения с ночи я ракета упала в польше в любом случае виновата россия потому что она напала на украины украины